Секция первая. Избранных рассказов Евгения Чирикова. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox находятся в общественном достоянии. Для справок о помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Блудный сын. Повесть. Часть первая. Петр Трофимович спустил с кровати ноги в одних чулках и стал ощупью искать на полу валенки. В соседней комнате, столовой, топилась голанка. Красный отблеск раскаленных углей бросал дрожащие световые пятна на пол, а через приотворенную дверь проникал и в комнату Петра Трофимовича. Слабо вспыхивая на голом темени старика. Должно быть уж поздно. Васильевна топит печи два раза в день, на рассвете и еще на ночь, потому что стоят морозы, и в барском старом доме плохо держится тепло. — Это ты, Васильевна? — спросил старик, заслыша возню около печки. — Я, батюшка. Васильевна начала бить железной кочергой головешки, угли затрещали, и свет яркой полосой запрыгал на полу и дверном косяке. Часы медленно пробили девять. Значит, теперь пришел уже на ближайший к ним полустанок поезд, с которым должен приехать и второй сын старика Григорий. — Уехал Никанор на станцию? — спросил Петр Трофимович хриплым с просонья голосом. — Уехал, поди скоро будут. — А Сергей Петрович? — Уехали, братц, встречать. — Надо им поесть чьё-нибудь приготовить. Справой самовар, яичница, что ли, позябнут. Слышишь? Старик говорил хрипло и отрывисто, и казалось, что он сердится, но он только волновался, ожидая блудного сына. Сердце улеглось. Бог с ним, несчастный человек, не видались около двенадцати лет. Теперь намыкался по свету и едет к отцу отдыхать, пишет, что устал, наконец. Да неудача им в детях. Старшего, Сергея, выгнали из пятого класса гимназии. Лет пять он щеголял в форме вольно определяющегося. Года три томился под прапорщиком и кое-как вылез в подпоручики. Другого, Григория, тоже выгнали, из университета уж. Потом отправили куда-то, потом отпустили, и скоро опять куда-то отослали. Потом он сам уже стал мыкаться, как бродяга по свету. Мать так и умерла, не видавши Григория, с тех пор, как его выгнали из университета. Петр Трофимович надел валенки, зажег в столовую лампу и, плотно запахнувшись в пальто, которое носил вместо халата, сел в кресло и начал думать о своей покойной жене, о Григории. О том, что Сергей любит водочку и сильно поигрывает в карты. Если бы Григорий кончил курс, теперь не было бы нужды унижаться перед всякими там виноградовыми. Стал бы Григорий у них земским начальником, жил бы в своем имении. Дурак! Теперь верно кается, да поздно, близок локоть да не укусишь. Старик пыхтел, покашливал и что-то шептал, и казалось ему жизнь в тягость, и в тягость самая радость встречи с Григорием. За окном или в трубе гудел ветер, ставень стучал где-то железным болтом, и дряхлый дом вздрагивал под порывами зимней вьюги. Глухо донесте собачий лай, такой злобный, с подвыванием. Кажется, звенят колокольчики. Да, едут. Старик дрожащими руками зажег свечу и торопливо направился к передней встречать. Темнота расступалась перед ним, и под светом раздувающегося пламени свечи вставали угрюмые стены, серые, с пятнами на облупившейся штукатурке, занесенные снегом окна с ледяным бордюром по стеклам. Старомодная, тяжелая и некрасивая мебель. Половицы иногда жалобно поскрипывали под обутыми в валенке ногами Петра Трофимыча, и весь он был похож на какого-то сказочного старика в этом большом и молчаливом доме. — Сейчас, сейчас. Дверь распахнулась, и в белых облаках ворвавшегося пара зашевелились три несуразные фигуры, чем-то обвязанные, обмотанные, занесенные с ног до головы снегом. — Который из них, Григорий, не разберешь. — Ни пути, ни дороги, — произнес Никанор, опуская на пол чемодан приезжего. Этот вот, Сергей, пуговица светится, а этот стал быть Григорий. Борода в снегу, усы в снегу, на голове торчит башлык пикой. — Здравствуй, отец! — Здравствуй, здравствуй, здоров ли? — Снимай башлык-то, один нос видно. — Ах ты, эдкий! — Ну, теперь подойди ближе. Они поцеловались несколько раз, потом Григорий стал снимать пальто, а Петр Трофимыч все смотрел ему в лицо, особенно в глаза, и думал, — совсем мать, вылитая мать. И сердце старика заполнялось нежностью к этому беспутному субъекту, как называл отец Григория. И ему хотелось смеяться от радости и плакать о том, что вот Гриша, наконец, приехал, а Марьи Федоровны нет, и она не знает об этом и не может посмотреть, какая большая борода выросла у Гриши. Старик похлопал Григория по плечу и сказал, — А меня чай не узнал, совсем я стариком стал, в могилу гляжу, идите в столовую, там тепло, четырнадцать градусов, ну-ну, все теперь, только матери нет. Петр Трофимыч засуетился, сбегал в кухню и поругал Васильевну за промедление с яичницей, потом он подсел к Григорию и снова стал похлопывать его по плечу и заглядывать ему в глаза. — Все теперь в сборе, да, только матери нет, да, ушла она, наша мать, не дождалась тебя, Григорий, да. — Будет уж, папаша, — недовольно заметил густым басом подпоручик. — Что толковать уж! А Григорий вдруг заморгал глазами. Ему, такому большому и серьезному, отвыкшему за двенадцать лет не только от родительской ласки и опеки, но даже от мысли о родителях, давно уже ставшему чужим человеком для семьи и всех своих родственников, Вдруг сделалась страшно жаль мать и мучительно больно осознавать, что он никогда уже более не увидит своей мамаши. Теперь только смерть матери сделалась для него каким-то чудовищным, невероятным фактом. Ему захотелось узнать про мать, когда она умерла, отчего, где она похоронена, не спрашивала ли она на смертном одре про него, Григория. — Отчего умерла мать? — Да будет уж. Ну, умерла, значит, умерла, не все ли равно, что тут говорить? Опять пробасил Сергей и, недовольно, и сердито выпустил «ммм», словно приказал прекратить неприятные разговоры и тяжелые воспоминания. Васильевна принесла сковородку с яичницей и не уходила. Она встала в дверях и внимательно и печально рассматривала своего молочного сына с бородой и усами, такого обдерганного и лохматого, с остановившимися в глазах слезами. — Ненаглядный ты мой, касатик, сокол мой ясный, Григорий Петрович, ведь выкормила я тебя, не привел бог родной матери, так хоть я на тебя погляжу. Ну, жалобно начала она, но Сергей вышел из терпения. — Замолчи, еще ты начнешь каркать. Морж, черт знает, приехал отдохнуть, а вместо этого всю душу измотают. Точно на кладбище себя чувствуешь, право, есть у вас водка. — Посмотри, в буфете, кажется, осталось там, в графине. — Ничего не осталось. С сердцем, захлопнув дверцу буфета, пробосил подпоручик и сел. Тихо стало за столом. Старик сердился на Сергея, но сдерживал свое негодование. Он опустил глаза на пол и только покрякивал и пыхтел. Григорий курил папироску и искоса посматривал на брата. — Грубая, неинтеллигентная физиономия. Что-то фельдфебельское отпечаталось на этом лице, и было трудно примириться с фактом, что это и есть Сережа, тот самый гимназист, старший брат, друг и товарищ, с которым в далеком детстве они имели столько общих радостей и печалей. — Совсем чужой человек, далекий, внушающий антипатию. — А ты, Григорий, худой какой, кашиешь, — заметил отец. — Да ничего, это пройдет, — ответил Григорий. — Продуло! — Хмуро бросил Сергей и, встав со стула, начал прохаживаться взад и вперед по комнате и насвистывать я, цыганский барон. — Сергей, если хочешь свистать, уйди в залу, я тебя просил, — тихо, но раздраженно сказал отец. — А вот еще какие нежности при нашей бедности! Скажите, пожалуйста, в моем уйтись! Он ушел и продолжал свистать, а за окном тоскливо вторил ему ветер, и иногда трудно было разобрать, буран это или подпоручик выводит тоскливые нотки. — Ты, Гриша, устал ведь с дороги, ты ложись здесь, на Софе, здесь тепло четырнадцать градусов, дверь в залу затвори, чтоб тепло не уходило, а я сплю все на старом месте, и все там осталось по-старому, как был при матери, и зеркало ее осталось на столике, пусть стоит. — Эх, худой-то какой! Сергей вон плотный, как стальной, а ты плохой. Тебе надо отдохнуть, бросить все эти глупости, успокоиться. Что толку? Пора и к пристани, Гриша. Мать перед смертью сказала, — Если вернется, Гриша, скажи, что я ему прощаю. — Да, ну, спи. Завтра поговорим, ты устал. В спальне у Петра Трофимыча горела лампадка. Лежа в постели с закрытыми глазами, старик был полон тихой грусти и радости, и сознания, что теперь Григорий вернулся и спит тут, рядом, как-то успокаивало, баюкало его, и он отдувался, и улыбка время от времени скользила по старому лицу. Но Григорий кашлял, и это портило настроение тихой радости и успокоения. Этот кашель, такой сиплый и бессильный, отдавался прямо в сердце старика. Тревога прокрадывалась в его душу, и не было сил заснуть. — Вылитая мать! — мысленно повторял Петр Трофимыч, вспоминая выражение глаз Григория. И в мозгу его снова всплывали воспоминания об умершей два года тому назад жене, о ее привычках, о последних минутах жизни. И тогда старик ворочался в большой и широкой постели, и все ему казалось, что он лежит неудобно. И Григорию тоже не спалось. Он испытывал такое ощущение, словно долго-долго все куда-то шел, и путь был такой утомительный. А когда он, усталый и измученный, прилег отдохнуть, то, оглянувшись кругом к своему удивлению, увидел, что он лежит на том самом месте, откуда вышел в дорогу. В той комнате, где лежал теперь Григорий, когда-то была детская, а на месте Софы, на которой он теперь спал, кроватка Гриши. Все это было очень давно. Но теперь прошлое как-то сократилось. Прожитые годы казались такими маленькими и мелькали в памяти, как дни, и Григорию казалось, что он только уезжал куда-то по делу и опять приехал. Так мягко, тепло и удобно было лежать на Софе, казалось, что вся усталость, скопившаяся за время всей прожитой жизни, теперь уходила куда-то назад, и на душе прояснялся покой и мир. Прислушиваясь к тиканью часов и к песням зимней метели за окном, Григорий тоже улыбался, как выздоравливающий больной, в котором пробуждается трепет бессознательной радости жизни. Похоже на то, что Григорий действительно причалил к пристани, бросил якорь. Он устал, невыносимо устал жить этой нервной, полной бесчисленных превратностей и терзаний жизнью интеллигентного пролетария. Устал от бесполезных, никому не нужных страданий, от лжи и фарисейства, в которых тонет культурный человек. Устал от надоевших, бесполезных споров, больных самолюбий, взаимных непониманий и оскорблений. А может быть, он ушел теперь и от сознания, страшного сознания своей ненужности, этого итога прожитой жизни. Теперь он никуда не принадлежит, не задается никакими принципиальными планами и задачами жизни. Теперь он просто больной и усталый человек, который хочет покоя и отдыха. Здесь он возьмет клочек земли и будет работать и жить просто, без всяких планов, как живут миллионы людей. Чем гордиться? Как считать себя предназначенным к какой-то особой, высокой миссии, Если в результате получилась одна усталость и сознание своего бессилия и ненужности? Он будет теперь жить на своем клочке земли, и пусть его оставят в покое. Он останется с глазу на глаз с природой, с ее ясными и непреложными законами, С ее собственной справедливостью, красотой и правдивостью, Отдыхая от всяких мук, сомнений, ссор и всей этой бессмысленной сутолоки. У него болит грудь, истрепаны нервы, нет веры в необходимость страданий. Он будет отдыхать. Уф! Приступ кашля, сиплого и настойчивого, оборвал тихие думы Григория. Он долго не мог остановить этот кашель и устал, когда он прекратился. — Ты все кашляешь? Григорий раскрыл глаза и увидел отца. Он стоял в дверях, завернувшись в пестрае одеяло, со свечой в руках. — Надо выпить воды с вареньем, тогда стихнет. — Не беспокойся, теперь прошло. Старик, гремя посудой, порылся в буфете, принес из своей комнаты графин с водой и, сделав питье, подал сыну. — Вот выпей. Помогает. У меня был кашель. Ужасный кашель. Так я только этим и спасался. И пока Григорий пил, старик смотрел ему в лицо и думал. — Вылитая мать! Потом он подсел на софу в ногах у Григория и сказал. — Не спит что-то. Все думаю о том, о сем, как это все устроится. Я думаю тебе здесь сделать кабинет. Ты любишь почитать и пописать. А столовую можно перенести рядом. Здесь тепло, а ты все кашляешь. Теперь ж отдыхай, береги здоровье, может быть, все еще устроится. Дела у меня пошатнулись. А все-таки, если жить экономно и осмотрительно, то прожить можно. Проживем, да. Вот только бы Бог помог нам развязаться с мерзавцем Виноградовым. Я взял у него под вторую закладную. Беда нынче нашему брату-хозяину. Да, одних процентов я выплачиваю этому подлецу до пятисот рублей ежегодно. А имение всего-то в хороший год дает полторы тысячи. Горки мы ведь давно уж продали этому мерзавцу за бесценок. Потом старик стал подробно рассказывать, как они разорились, и, упоминая о Виноградове, всегда прибавлял к нему подлец или мерзавец. А если я умру, будьте с ним осторожней, не доверяйте, Боже вас избави, я ничего с собой не возьму, все останется вам с Сергеем. Сергей все-таки на ногах. А тебе надо будет крепче держаться за имение, надо подняться. Может быть, со временем ты зарекомендуешь себя перед начальством, поправишь свою репутацию, и можно будет поступить на службу. Все это, возможно, обывали случаи. Хорошо бы в земские начальники. Григорий слушал и молчал, но когда старик начал говорить о поправлении репутации и о поступлении в земские начальники, то нетерпеливо произнес. Ах, оставь, отец, все это неисполнимые проекты. Что ж, ты ведь ничего не украл, никого не ограбил, ты только потерял в жизни маяк, да, а теперь ты его нашел. Не всякая лыка в строку, бывали случаи. Не надо отчаиваться, Григорий. Вот ты кашляешь. Это нехорошо. Григорию хотелось сказать, что он ни в чем не раскаивается, и что никакого маяка не нашел еще в жизни, что он не желает поправлять свою репутацию и ни перед кем не хочет себя зарекомендовывать. Но зачем? Только обидишь старика, потому что он не поймет. Пусть думает и говорит, что хочет и что думает. Поживешь тут смирненько, без всяких там идей. Поможешь мне вести хозяйство? Одному трудно. Народ теперь войница. Кричат, что он голодает, а он пьянствует. Зверье дикое, грубое, берут задатки и бегут, и ничего не поделаешь. Что там ни говори, а рано дали ему свободу. Покуда волк ручным не станет, его нельзя спускать с цепи. О, за этих лентяев и пьяниц мечтатели себя губят. Вот поживешь — увидишь. А когда я умру, и ты самостоятельно будешь вести хозяйство, ты не раз вспомнишь отца. Я тебе говорил это и раньше, и вот, что из всего этого вышло, потеряна карьера, ты кашляешь. Я тебе всегда говорил, мы с матерью не желали тебе худо. Ну, что ж, теперь как-нибудь все это устроится, не надо отчаиваться. Мать сказала, если вернется Гриша, скажи ему, что я прощаю. Да. Ну, бог с тобой, спи, я тебе все мешаю, мечтатели. Старик покачал головой и пошел. Григорий смотрел ему вслед недоумевающими глазами, и когда старик исчез за дверью, вздохнул и закрыл глаза. Он вдруг страшно устал, что-то стало тяготить его душу, и исчезло прежнее настроение, будто он, наконец, пришел. За окном бесновалось вьюга, и это беспокоило Григория, словно ему предстояло идти куда-то дальше, в эту вьюгу, по какому-то важному делу, и словно он прилег здесь только отдохнуть на перепутье, и говорил сейчас не с отцом, а с хозяином постоялого двора, где остановился. Конец первой секции Секция вторая избранных рассказов Евгения Чирикова. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Блудный сын. Часть вторая. Было морозное веселое утро, иней сверкал на солнце, и снег скрипел под ногами и казался таким белым, что слепил глаза. Все печи в жилых постройках хутора топились, и дым поднимался над ним высокими фиолетовыми столбами. В горках, которые Петр Трофимович продал мерзавцу Виноградову, был храмовый праздник, и старик поднялся очень рано и стал собираться в горки к обедне. Он ездил туда каждое воскресенье, а на этот раз хотел взять с собой Сергея и Григория, чтобы после обедни отслужить панихиду на могиле Марьи Федоровны. Сперва старик разбудил Сергея, а будить Григория медлил, жалел. — Пусть поспит еще немножко. Сергей встал злой. Ему было лень подниматься с теплой постели, поэтому он громко кашлял, плевался и дико кричал на Васильевну, как он привык кричать на своего денщика. — Дурища! Эка дурища! — гремел его бас на все комнаты. — Ну, живо! От этого крика проснулся и Григорий. И ему было лень вставать, и он не поехал бы в горки, если бы не панихида по матери. Не поедешь — обидишь старика, потому что он придаст этому особенный смысл и значение. Григорий стал одеваться. — Ты уж встал. — Добрый, добрый! — сказал отец, проходя мимо. — Ну, умывайся, да надевай сюртук. — добавил он, окинув Григория беглым взглядом. — У меня сюртука нет. Я думаю, можно и в этом. Старик еще раз обозрел Григория, и верно ему что-нибудь не понравилось, потому что он сморщил брови. — Надо сюртук. Ехать так неудобно. После панихида мы поедем к Виноградовым. Тебе надо познакомиться, сделать визит, потому что этот прохвост может тебе пригодиться. Тебе надо как-нибудь подняться, поправить репутацию. Григорий, которого старик раздражал проектами исправления и репутации, закашлялся, и, когда кашель утихо, с досадой сказал. — Мерзавцы и прохвосты мне не могут пригодиться. Можно обойтись без визита. — Это все старая закваска, — ответил старик и недовольно прибавил. — А, впрочем, твоя воля. — Я тебе, Григорий, худо не желаю. Как хочешь, только после не пеняй. — Не буду пенять, поверишь. Вошел Сергей. Он был в парадной форме, с эпалетами на приподнятых плечах, с выпеченной колесом грудью, с перетянутой серебряным кушаком талией и с густо нафабренными и закрученными в струнку усами, которые издали были похожи на два сложенных шляпками гвоздя. — Шашку! — Закричал он громовым голосом. И когда перепуганная Васильевна в попыхах прибежала и подала ему шашку, перекинул лакированный ремень ее через плечо и спросил Григория. — А ты что, в этом обдергайчике разве поедешь? — В обдергайчике. — Мила, у Виноградовых тебя примут за нашего лакея. — Я к Виноградовым не собираюсь. — Да и в церковь неудобно, там бывают порядочные люди. Григорий ухмыльнулся, но промолчал. Он бросил на брата иронический взгляд и подумал — настоящий фельдфебель. У крыльца топталась малорослая вятская лошадка, такая кругленькая, сытая и сильная. Время от времени она кому-то кланялась, позванивая привязанными к узде губенчиками, и тогда казалось, что где-то сыплется дождь из мелодичных колокольчиков. Никанор похаживал около кашовки и покуривал папироску, ожидая выхода господ. На нем был серый пиджак на вате и картуз-мещанина на голове. Только большие рукавицы, которыми Никанор похлопывал, чтобы согреть руки, даваленные сапоги с красным горошком, изобличали мужика. Снег хрустел под этими громадными валенками, и гигантские следы отпечатывались около санок. Сергей стоял у окна и смотрел на лошадку Никанора. Он слегка барабанил по стеклу пальцами и пристукивал каблуком своего лакированного сапога. Ему хотелось еще поговорить с братом на ту же тему, но не подвертывалось подходящего повода. — Удивительное дело! — сказал он, наконец, как бы размышляя и ни к кому не обращаясь. — Удивительное дело! Мужики стараются походить на господ, а господа — на мужиков. Все шиворот на выворот. Что мужик старается вылезть из мужиков, мне это понятно, всякому хочется подняться. А вот что некоторые господа лезут в мужики и стараются сделаться мужиками, этого, ей-богу, никак в толк не возьму. — Выстрелил! — подумал Григорий, но не ответил на вызов. Очевидно, этот выстрел был направлен в Григория. Вчера он размечтался и вскользь поделился своим намерением взять клочок земли и жить, как живут миллионы людей. Не стоило говорить, потому что они не в состоянии понять внутренний смысл такого решения. Отец появился в афраке и в больших громыхающих по полу калошах. — Готовы? А ты, Григорий, все-таки в этом, в обдергайчике, — ответил за брата Сергей. — Я не поеду, — сказал Григорий. — Твое дело, твое дело, — недовольно бросил на ходу старик и пошел, и было слышно, как он сердито хлопнул где-то дверью. Они уехали, Григорий остался один. Вошла Васильевна и сказала. — А ты, Григорий Петрович, не поехал на могилку к мамаше? И в ее голосе послышался упрек и обида. — Сколько слез за тебя, мама, что пролила! Как она убивалась за тебя! Не грех бы тебе за нее помолиться! — Ох, прости нам, окаянным господи! Вздохнувшая закончила Васильевна и вышла, печальная и задумчивая. Григорий долго и упорно ходил по комнатам, и в мозгу его совершалась какая-то торопливая, но бессознательная, тревожная работа. Чего-то недоставало, словно он потерял что-то, или с ним случилось что-то очень скверное, но что именно потерял или что случилось, было непонятно. И это его беспокоило, и беспокойство все росло, росло, и весь организм заполнялся какой-то тоской и отчаянием, и он не находил места в этом большом доме, где он родился. Присев на диван в зале, Григорий взял со стола альбом с фотографическими портретами и отыскал мать. На карточке она была снята молодой, с двумя детьми, Сергей стоял, а Григорий, такой полненький, с голыми ножками, карапуз, сидел на руках у матери с удивленно вытаращенными глазами. Долго Григорий смотрел на этот портрет, и какие-то смутные воспоминания начинали бродить в его памяти, а со дна души поднималось сожаление о чем-то потерянном и невозвратном. И чем больше Григорий смотрел, тем больше прояснялись эти воспоминания, и один момент показалось, что Григорий даже помнит, как их снимали. Но, конечно, то был обман воображения, потому что этому карапузу с голенькими ножками, перетянутыми у ступней ниточкой, было не больше трех лет. Григорий смотрел на молодую мать, и ему не хотелось верить, чтобы мама с такими добрыми и ласковыми глазами, с такой любящей, полной материнского счастья улыбкой на лице, не могла понять, что он, Григорий, был только честным человеком, и что он не виноват ни в чем перед ними. Григорий думал, что только одна мать могла бы, может быть, понять теперь, как и почему все так случилось с ним, и, если не понять, то поверить, что он всю жизнь отдал людям, и что теперь он устал и обессилел, что у него болит грудь и больше нет сил скитаться. В полдень приехали из горок отец с Сергеем. На лице старика была торжественность и то особое выражение серьезности и умиления, которое запечатлевается обыкновенно на лице верующего человека при совершении религиозных таинств и обрядов. Он ходил тихо, словно носил в руках что-то хрупкое, голову держал прямо, и какая-то тайная, высокая дума, казалось, не покидала его даже тогда, когда он сел за обед. Он был молчалив и смотрел куда-то далеко, словно не видел сидевших против него Сергея и Григория. Сергей был румян, бодр и весел, и, казалось, жизнь играла в этом здоровом и крепком теле, он был очень доволен собой. В бедном сельском храме, где молились все темные и пугливые люди, появление Сергея было целым событием. Блестящая форма заставляла эти темные головы предполагать в Сергее очень важную и крупную особу, вроде исправника или даже губернатора. И когда Сергей звонко прищелкивал шпорами по каменному полу церкви, то все торопливо сторонились, расступались и, давая ему дорогу, шептали соседям «Пропусти, а ли не видишь?» Впереди, вблизи клиросов, стояла чистая публика, мужчины направо, женщины налево. Налево пестрело несколько шляпок с яркими цветами, и Сергей не раз с удовольствием замечал, что все шляпки повертываются в его сторону, и что женщины в шляпках заботятся о собственном впечатлении на Сергея, лишь только он по-арлиному повернет голову налево. Его отметили даже священнослужители. Для него была нарушена привилегия станового пристава первым приложиться к кресту и поздороваться с батюшкой. А дьячок, с похожей на хвостик косичкой позади, подавая Сергею просфору на блюдце, подбострастно улыбнулся и сказал «С праздником, ваше высокоблагородие!» И все это слышали, а Становому не понравилось. Побед был торжественный. Сперва Васильевна подала кутью, чтобы помянуть покойницу Марью Федоровну. Отец перекрестился и осторожно, с благоговением, съел несколько ложек этого символического кушанья. Сергей тоже съел несколько ложек с почтением, а потом наложил себе кутьи на тарелку и стал есть, как кашу. Отец взглянул в сторону Григория, и тому показалось, что старик хотел посмотреть, ест ли Григорий кутью. Григорий чувствовал к кутье брезгливость. Она осталась у него с детства и появилась после того, как законоучитель в гимназии объяснил значение кутьи так. «Зернышк много, и покойников много. Изюминки сладки, и покойничкам там сладко». Чтобы не обидеть, однако, отца, Григорий взял вилку и, отбрасывая в сторону изюминки, стал есть одни рисовые зерна. «Это не игрушка», — недовольно сказал старик и отодвинул блюдо с кутьей от Григория. «По ихнему, папаша, все это одна комедия и предрассудки», — насмешливо пробосил Сергей и, проглотив последнюю ложку своей порции кутьи, вытер усы салфеткой и весело сказал. «А теперь можно раздавить и чепурышечку». И, выпив рюмку водки, он с удовольствием пустил. Григорий сидел за столом и чувствовал себя неловко и натянуто, словно он и в самом деле в чем-то провинился перед этими людьми. Еще он чувствовал, что отец с Сергеем говорили между собою о нем, Григории, и в чем-то оказались согласны, солидарны друг с другом. По временам они обменивались взглядами, по временам отец из-под лобья взглядывал на Григория, и в этом взгляде Григорий улавливал, кроме недружелюбия, еще озабоченность и беспокойство. Может быть, отец опять говорил о нем со становым? — Тебе, Григорий, не мешал бы остричься? Космы отросли, как у дьячка, — сказал старик, между прочим, кончая обедать. — Эт, братец, теперь уж вышло из моды, — заметил Сергей, отдуваясь от излишка принятой пищи. — Нигилисты нынче подтянулись, стригутся под польку и не носят красных рубах. И, сказав это, Сергей бросил взгляд на отца с таким выражением, когда человек бывает убежден, что встретит поддержку. — Оставьте меня в покое, — крикнул Григорий. В его голосе зазвенела злоба, и он стал кашлять. Этот кашель встряхивал все это тощее тело, и казалось, что в груди у Григория что-то сидит и держится когтями, а он, всеми силами легких, старается выбросить это что-то вон и никогда не выбросит. За вечерним чаем они сидели молча и тяготились друг другом. Отцу не здоровилось, он кряхтел, и на лице его было такое выражение, словно ему бередили незажившую рану. Сергей читал «Новое время», звонил чайной ложечкой о стекло стакана и время от времени произносил «Ам!» «Я всех бы их перевешал, и делу конец», — вслух подумал он, отбросив газету и принимаясь за чай. «Кого ты это?» — хмуро спросил отец. «Жидов! Начал бы с этого самого Дрейфуса и кончил последним пархатым жидовом». «А что?» «Помилуйте, из-за одного какого-то с позволения сказать паршивого жида трясется все государство, оскорбляется честь армии. Повесить на первую осину, и делу конец!» «А ты, милейший, чему ж смеешься?» Вызывающе обратился вдруг он к Григорию, заметив на лице того ироническую улыбку. «Слишком уж ты строг, хотя и несправедлив. Если б тебя, Сергей, неожиданно сделали, как Санчо Панса, губернатором какого-нибудь острова, то, наверное, там скоро не осталось бы жителей». «А я думаю, братец, что и таких, как ты, Дон Кихотов, ставить к делу не годится». «И это правильно», — спокойно ответил Григорий. «Такие Дон Кихоты, как я, не годятся даже на пушечное мясо». Сергей вспыхнул. «Это пушечное мясо, милейший, проливает кровь за отечество, не щадит своего живота, а не мешает помнить, что сказано «нет выше подвига», как положить душу за други своя. Вот что, братец! «Ты говоришь так, словно уж не пощадил живота и положил душу», — заметил Григорий, и ему стало так смешно и весело, что он громко расхохотался. «И потом, Сергей, это сказано про душу, а не про животы. Придет время, когда не надо будет так беспощадно относиться к своим и чужим животам, и тогда... тогда вам нечего будет класть». Сергей вскочил со стула и, стукнув по столу кулаком, закричал дико. «Прошу со мной не шутеть! Я могу забыть, что ты мой брат!» С этими словами Сергей вышел в зал, захлопнул дверь за собой так сильно, что чайная посуда на столе вздрогнула. Григорий сидел с недоумевающей улыбкой на лице и смотрел как-то себе в бороду. Отец покрякивал и насупил брови. Несколько минут прошло в молчании, а потом старик начал. «Григорий, я тебя попросил бы не разводить перед нами нигилизма и атеизма. Это во-первых. А во-вторых... Во-вторых... Во-вторых, не оскорблять нас с Сергеем своими неуместными шуточками. Я слишком стар, чтоб служить для них мишенью, а Сергей, как-никак, представитель русского дворянства, от которого ты открещиваешься. И русской армии, да. Я должен тебе сказать...» Григорий смотрел широко раскрытыми глазами на отца и не знал, верить ли своим ушам. Он и не заметил, как нанес столь тяжкие оскорбления отцу и брату. Оперши голову на руки, Григорий слушал, как плавно, методично, словно дождевая вода с крыши, лилась обличительная речь старика, и в такт словам и ударениям поматывал головою, словно соглашался во всем. «Ты мне писал, что устал нравственно и физически? Я думал, что ты, наконец, образумился, бросил свои разные этакие идеи, и хочешь успокоиться и жить, как живут все благоразумные, честные люди. А ты, оказывается, вовсе не думал уставать и намерен воспользоваться моим приглашением для своих социальных затей? Хочешь что-то там учредить на моей земле? Тебя не останавливает ни благородное происхождение, ни то, что мать простила тебе перед смертью все твои гадости, ни болезнь твоя, ни мысль, что когда-нибудь надо же взяться за честное дело. Я тоже устал, действительно, устал и нравственно, и физически. Я стар, и кто знает, дни мои, может быть, сочтены. Хоть бы пред гробом-то ты пожалел, да меня...» Голос старика из методичного и сухого сделался вдруг нервным, задрожал, глаза стали моргать, а ввалившиеся в беззубый рот губы конвульсивно кривится. «Сколько горя мы уже пережили через тебя, Григорий, если бы собрать все слезы, которые мы с матерью...» Старик махнул рукой, замолчал и стал всхлипывать, как ребенок после продолжительного плача. Когда Григорий слушал методическую речь, на его лице вспыхивали красные пятна, и в душе закипало негодование, по временам ему хотелось зло расхохотаться прямо в лицо старику или оборвать его дикие слова и оскорбления криком «Замолчи!» и стукнуть кулаком по столу, как это сделал давеча Сергей. Но когда Григорий услышал эти всхлипывания, и когда увидал моргающие глаза и искривленные губы, то он вдруг почувствовал себя совершенно беззащитным, и ему самому захотелось плакать, но не было слез, а было только трудно дышать, не хватало воздуха и что-то давило на мозг. А старик все всхлипывал, голова его с голым теменем и с клочьями седых волос тряслась на руках, и плечи вздрагивали. Григорий соскочил вдруг со стула и, приблизившись к отцу, сзади обнял рукой его шею и, перекинувшись через плечо, стал целовать его колючую, мокрую и соленую от слез щеку. — Перестань, отец, успокойся. Мы не можем только понять друг друга. Я, отец, не злой человек, нет, я ни в чем не виноват, что горе я причинил вам много, это так, правда, но за это прости меня, как мать, я не виноват, нет, — говорил Григорий и весь дрожал, как в лихорадке. — Бог с тобой, Григорий, мы с матерью не могли тебе желать худо, да, мы знали, что сердце у тебя доброе, но тебя смутили эти, будь они прокляты, — со стоном выкрикнул старик и как-то трагически погрозил в пространство кому-то пальцем. Вошел Сергей, он услыхал плач отца и весь кипел негодованием. — Разве у них сердце, папаша? — Хам! Они не признают брака, а, следовательно, не могут чувствовать и сыновней любви, жалости к отцу. У них венчали вокруг ели, а черти пели. — А насчет собственности у них, что мое, то мое, а что твое, то же мое. Григорий отошел в сторону. Он мельком взглянул на брата, и взгляд этот был бесстрастен и безразличен, словно Григорий видел перед собою не Сергея, а так, какой-то неодушевленный предмет. Он тихо пошел прочь с опущенной головой, и в походке его, как и во всей фигуре, было что-то беззащитное и безвыходное. Конец второй секции Секция третья избранных рассказов Евгения Чирикова Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии Блудный сын Часть третья Григорий ходил по своей комнате и курил папироску за папироской Чтобы не мешать прихворнувшему отцу спать, он снял ботинки и ходил в одних чулках Шаги его мягко и глухо отдавались в тишине ночи и заставляли чуткую Васильевну прислушиваться и беспокоиться Она не могла понять, где ходят, и по обыкновению предполагала воров на подволоке, где у них стоит сундук с разным хламом Ночь была лунная и тихая Снег блистал синими огоньками, и в комнате дрожал мягкий голубоватый отблеск лунного сияния Было так тихо в доме и на дворе, что казалось, будто снег под ногами караулившего хутор мужика хрустит в комнатах А протяжный звон колокола горской церкви, отбивавшего часы, слышался так ясно и отчетливо Словно церковь стояла на дворе, а не в горках, за четыре версты от хутора Когда Григорию надоело ходить взад и вперед, он подходил к окну и смотрел на лунную ночь Там было так спокойно и тихо, словно все люди на земле умерли И остался один только он, Григорий Да этот лунный свет, такой странный и загадочный Ночь точно о чем-то думала Казалось, она что-то знает, но хранит в тайне и никогда не скажет того, что она знает Быть может, она думает о людях и жалеет этих несчастных пигмеев Устроивших себе ад на земле в ожидании рая на небе Где теперь бесстрастно и величаво остановилась луна Дверь в зал раскрыта На полу легли тени от переплета оконных рам В углу стоят старые забытые клавикорды На этих клавикордах мать играла когда-то молитву девы Когда на днях Сергей начал играть на этих клавикордах, то они словно заплакали и закашляли проволокой И все-таки они стоят и стоят А матери, которая играла на них молитву девы, нет Да, матери нет И того Сережи, гимназиста, с которым в детстве они жили душа в душу Жили одной жизнью и понимали друг друга с полуслова Тоже нет Он исчез бесследно И кажется, что его подменил кто-то большим и грубым человеком Который кричит, стучит, говорит Ну-ка, раздавим чепурышечку И насвистывает Я цыганский барон И отца нет Пред которым он когда-то благоговел И каждому слову которого верил И никого нет на свете, кто бы понял, как он устал И как болит у него грудь От этого одиночества жутко и холодно И никуда от него не уйдешь Потому что оно, как тень, идет по следам Григорий прилег на Софу У него закружилась голова Может быть, от дум, как вихрь кружащихся в мозгу А может быть, просто от долгого хождения по комнате Когда он закрыл глаза, то ему чудилось Что Софа вместе с его телом двигается плавно и бесшумно Как лодка по тихой воде И опять ему казалось, что он все время куда-то ехал Потом остановился немного отдохнуть И опять поехал дальше Куда? Это неясно А когда он уснул, то ему приснился глупый сон Будто он летает на этой самой Софе по воздуху И нигде не может остановиться Потому что, как только Софа начнет опускаться на землю Появляется откуда-то Сергей в полной парадной форме И кричит «Шашку!» И тогда Софа, покачавшись на месте, опять поднимается и летит Утром он встал вялый, развинченный И все члены его болели, словно за ночь его избили В голове носился туман, знобило И во рту ощущалась сухость Первым делом он вытащил из-под Софы свой чемодан Раскрыл его и задумался В этом положении его застал отец Теперь старик ходил мягко, смотрел кротко И в глазах его светилась добрая задумчивость «Сегодня я видел во сне нашу мать» Заговорил он и вздохнул Будто она пила с нами чай и все торопилась А когда я спросил ее, зачем она торопится, то она сказала, что пришла ненадолго Чтобы повидаться с тобой «Григорий?» «Да, с тобой» «А потом кто-то, должно быть, ты» Стукнул, и я проснулся Григорий задвинул чемодан под Софу и стал ходить рядом с отцом И все порывался о чем-то заговорить с ним Старик был с ним ласков Он был уверен, что Григорий вчера обнимал его и целовал, потому что, наконец, раскаялся И с этим раскаянием он связывал свой сон, который казался старику чрезвычайно знаменательным «Тебе, может быть, надо что-нибудь из белья?» Заговорил он, вспомнив, что застал Григория за раскрытым чемоданом «У тебя, верно, какая-нибудь нехватка? Ты говори, не стесняйся, у меня есть лишнее Покойная мать много нашила мне всякой-всячиной На всю жизнь мою хватит и еще останется Нечего церемониться Нет, не надо Григорий еще походил около отца, молча, и, наконец, тихо сказал «Белья не надо!» «Вот если б ты мне дал рублей десять-пятнадцать на дорогу, я был бы тебе очень благодарен, когда получу, вышлю тебе» Старик вопросительно посмотрел на Григория и ничего не понял «Сегодня я, отец, думаю, ехать», — пояснил Григорий, глядя в землю «Куда?» «Да покуда в Самару, а потом посмотрю там» «Зачем?» «Надо!» «Может быть, найду там какую-нибудь работу и устроюсь» «Вот тебе и раз! Сам устал, кашляет, а сам опять работу» «Ты что-то, Григорий, неладно думаешь Может быть, ты думаешь, что ты, как сказать, что ты будешь мне мешать Или что при тебе будет лишний расход Ты это оставь, Григорий Зачем предотцом гордиться?» «Поживем как-нибудь» И опять Григорий почувствовал какую-то безвыходность И не знал, как ему объяснить свое решение уехать Чтобы не оскорбить и не огорчить старика Так нежно и кротко настроенного Опять у Григория стало тяжело на душе И опять стало трудно дышать И в висках застучало громко, как молотками по наковальне «Я к тебе приеду весной, а теперь надо ехать Ты, пожалуйста, не сердись Что ж делать? Никто не виноват тут, а просто я не могу» «Ну что ж, если не можешь, ничего не поделаешь Я неволить не стану, да А сам говорил, что устал В родном доме, где ты родился и воспитывался Около отца, в деревне Лучшего отдыха, Григорий, не найдешь Помяни мое слово, не найдешь Ну что ж, опять я один останусь Сергей тоже уедет скоро Отпуск у него кончится И ты уедешь Ты, может быть, рассердился на то, что я вчера говорил На отца не стоит сердиться Может быть, немножко лишнего я вчера сказал Погорячился Нет, не в том, отец, дело Это пустяки, а так Поеду Ну что ж, денег я тебе дам Мне не жалко, когда есть А когда ты поедешь? Сегодня Как это у вас все вдруг, Григорий Ни с того, ни с сего Уж погостил бы Вместе с Сергеем и поехали бы Когда отец упомянул о Сергее Григорий отрицательно замотал головой И сказал Нам с ним не по пути Вот тебе и раз До станции-то Поехали бы вместе Я про то и говорю Нет, отец, уж все равно Скорей лучше Жалко, жалко Опять я один Да Весь день старик ходил какой-то задумчивый Сосредоточенный и печальный И все вываливалось у него из рук И все он кряхтел И с тоской останавливал свои глаза на лице Григория Словно все хотел разгадать что-то Или хорошенько рассмотреть это лицо В котором было для него столько дорогого, близкого И вместе с тем чуждого и непонятного Сергей ходил с холодным презрением Тоже сосредоточенный Держал руки в карманах тужурки Узкой, плотно обтянувшей его сзади И насвистывал Я цыганский барон Когда он проходил зал до конца То быстро повертывался на каблуках И, позванивая шпорами, опять шел Сергей приписывал сборы Григория В отъезд исключительно своему воздействию И тому, что он стукнул кулаком по столу И сказал Я прошу со мной не шутить Но он предполагал, что брат не уедет И что он ломает только комедию Желая, чтобы его упрашивали остаться Пусть извиниться Больше никаких Думал он и ждал Что вот-вот Григорий подойдет И начнет извиняться Но Григорий медлил И Сергей терял терпение Куда изволите собираться Спросил он, останавливаясь около брата И выделывая какие-то па ногами Домой Со вздохом ответил Григорий, не обернувшись Так-с А позвольте узнать, где у вас дом? Далеко Отсюда не видать Спокойно ответил Григорий Крепко стягивая ремни чемодана Так-с Однако Будет комедию ломать Ты, вероятно, считаешь себя Оскорбованным Я, Григорий, вынужден был так ответить Если ты извинишься, я готов Взять свои слова назад Начал Сергей с нисходительным тоном Я, Григорий, поступил, как Как честный офицер Докончил Григорий серьезно Ну, в таком случае Давай руку и развязывай чемодан Довольно улыбаясь Пробосил Сергей Григорий руку подал Но чемодана развязывать не стал После обеда Который прошел томительно В каком-то напряженном молчании Отец отозвал Григория в сторону И сказал Поди-ка ко мне в комнату на два слова Ты, Григорий, может быть, действительно Того из-за ссоры с Сергеем Хочешь уехать, надо плюнуть Он ведь груб и глуп Ему извинительно У них у всех такие замашки Стучать, кричать, свистать Ты ему извини уж Не стоит на него обижаться Ты п'умнее и п'плюнь Я не обижаюсь Я не потому Нет, надо все-таки ехать То-то, да, так может быть, ты отложишь до завтра Надо ехать, отец Все равно уж Скорее Сегодня в ночь Ну, бог с тобой Как хочешь Да, денег тебе надо Вот, возьми четвертную Много Довольно пятнадцати Ну-ну, полно Что гордиться Все-таки я тебе, отец, не чужой Бери, бери А то в конец обидишь меня Умру, все ваше будет Я рассчитываю получить Вышлю тебе Нет уж, пожалуйста, не делай этого Какие с отцом счеты? Зачем гордиться? Васильевна ходила с заплаканными глазами Она жалела Григория И думала, что его все обижают Она несколько раз принималась на кухне плакать и причитать Но, появляясь в комнатах, не подавала виду Она помнила, как Сергей Петрович закричал «Марш!» Когда она пожалела Григория Петровича А Григорий Петрович мягкий Сердце у него ласковое И всякий его может обидеть А заступиться некому Нет родной матери В семь часов у крыльца стояла уже запряженная в кашовку маленькая лошадка И когда она, потряхивая головой, рассыпала колокольчики То и у старика, и у Сергея, и у Григория Вздрагивало сердце и делалось грустно, грустно Они пили вместе последний чай Я тебе налью еще стаканчик Говорил старик, оттягивая минуту разлуки Пожалуй, налей, хотя не хочется Пей, пей, на железной дороге надо платить десять копеек за каждый стакан Как ни стало матери, я сам начал разливать чай Привык А раньше не мог Все забывал, что наливать некому И ждал, когда мне нальет мать Ты пей с хлебом Я тебе положил курицу-то в узелок Зубов у меня мало И все равно я только пососу А ничего не сделаю с курицей А тебе в дорогу пригодится На железной дороге заешь штуку Заплатишь гривен шесть Григорий через силу пил чай И то и дело смотрел на часы Но в комнату заглянул Никанор и сказал А что, господа честная, не опоздаем мы на чугунку Тогда Григорий встал И, словно спохватившись, произнес Пора, пора Весной буду ждать Начал отец Весной у нас хорошо, благодать На пруду есть лодка, будешь рыбачить Ты не разлюбил это занятие? Нет Будешь охотиться на уток Прошлой весной этих самых уток было Неожиданно воодушевившись, начал было говорить Никанор Но Сергей показал ему на чемодан И Никанор не окончил фразы Схватив чемодан, он понес его в санки Ну, прощайте Глухо сказал Григорий Надо присесть перед дорогой Такой уж обычай Сядь, Сергей Они посидели Потом разом все встали Старик помолился перед образом Подошел к Григорию Перекрестил его И долго держал в объятиях И целовал А когда выпустил То стал тяжело отдуваться Приговаривая Ну, Бог с тобой Счастливый путь тебе Весной, смотри, буду ждать Пиши, как там будешь жить Деньги, если понадобится Не гордись Прощай, Гриша Сказал Сергей И тоже громко поцеловал Брата три раза Смотри, не сердись Я ведь горячий Добавил он Все вышли провожать Григория на крыльцо Васильевна стояла тут же Когда все еще раз Простились с Григорием Она схватила его руку И поцеловала Прости нас окаянных А сам молись за мамашу то Наставительно прошептала Она ему на ухо И Григорий почувствовал Как горячая слеза Упала ему на руку Ну, трогай Завизжали полозья саней Забулькали бубенчики И Григорий уехал На козьем вражке Осторожнее, Никонор Под усцы спусти Крикнул старик упавшим голосом Спустим Ответил Никонор Не оборачиваясь Ударил лошадку И кошовка плавно покатилась По снегу Мимо амбаров Погребов И каретников К воротам Сергей ушел в комнаты А отец с Васильевной Остались Васильевна утирала слезы Рукавом кофты И что-то шептала А старик смотрел Вслед уплывшим санкам Из которых торчал башлык На голове Григория И моргал глазами И ему было так грустно Словно он во второй раз Похоронил Марью Федоровну Когда лошадка выезжала из ворот Григорий оглянулся На крыльце еще темнела Чья-то фигура Григорий хотел помахать рукой Но не успел Крыльцо спряталось За какую-то постройку И незачем было махать Когда выехали в поле Подул в лицо резкий ветер Григорий накрыл лицо Наглухо башлыком Оставивший только маленькую дырочку Для воздуха И закрыл глаза Полозья с железными подрезами Визжали по снегу Бубенчики сыпались по дороге Непрерывным дождем Мелодичных колокольчиков И прислушиваясь К этой своеобразной мелодии Григорий начинал Мало-помалу Погружаться в нирвану Ему казалось Что он едет Давно-давно Что он никогда Не останавливался И никогда не остановится А будет без конца Все куда-то ехать Конец третьей секции Конец повести Блудный сын Секция четвертая Избранных рассказов Евгения Чирикова Эта запись проекта LibriVox находится В общественном достоянии Противники Рассказ Когда Рычков Поднявшись до первой площадки На лестнице Ощипывал в темноте перила Чтобы сделать поворот влево Он услыхал впереди Чьи-то неуверенные шаги И подумал К ней кто-то лезет Признаться При этой мысли Рычкову стало немного досадно Он рассчитывал Провести вечер Только вдвоем С Верой Семеновной Потолковать Почитать И хорошенько Выяснить себе Направление Этой девушки А тут опять Не удается Вероятно Опять Паклин Мелькнуло В сознании Рычкова Повадился Желая Поскорее узнать Кто лезет Он кашлянул И произнес Как бы не столкнуться Темно Свет И во тьме Светит Ответил Грубоватый голос И Рычков Узнал в нем Действительно Паклина Ах это Вы Сошлись Довольно Неопределенно Сказал Рычков И добавил В полголоса Не знаю Дома ли Ее трудно Поймать Рычков Сказал Неправду Еще Войдя во двор Он поднял Кверху голову И осведомился Есть ли огонек В окне Веры Семеновны Огонек Светил Стало быть Она дома Зачем Соврал Рычков Он и сам Не давал Себе отчета Просто Совралась Этим Выразилась Вероятно Досада Что ему Опять не удается Потолковать Отделие И выяснить Дома Уверенно Ответил Паклин Она Меня Звала Из этого Ничего Не следует Грубо Пробунчал Рычков В это время Оба студента Вошли На вторую Площадку Лестницы Здесь Было Окно В окно Ярко Светила Луна Когда Паклин Вошел В полосу Лунного Света Рычков Увидел Что тот Несет С собой Какие-то Книги Это Тоже Показалось Ему Почему-то Неприятным Хотя И сам Он Тоже Держал Подмышкой Книги Они Поздоровались И молча Двинулись По темной Лестнице Дальше Но Вот Дальше Лезть Было Уже Некуда Паклин Уперся В стену И Стал Шарить Рукою Отыскивая Скобку Двери Постойте-ка Чего Вы Ведь Вот Сказал Рычков Отстраняя Руку Паклина И Растворил Дверь Они Вошли На Антресоли Их Встретила Старушка Довольно Неприветливо К Верчке Что Ли Спит Она Нет Ее Дома 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 Прозвучал Издали Нежный Мелодичный Голосок И Из Растворившейся Двери Выскочила Высокая Стройная Девушка Внебрежно Накинутой На плечи Шали Сплотно Заплетенной Косою Не Поздоровавшись Еще С гостями Верочка Накинулась На Старушку Что Это Вы Мамаша С Чего Вы Взяли П Кто Тебя Знает Я Думал Тебя Нет Молодежь Стала Здороваться И Снимать Пальто А Старушка Заворчала Себя Под Нос И Скрылась Вы Пожалуйста Другой Раз Прямо Идите Ко Мне А то Но В этот Момент Откуда-то Неожиданно Появилась Опять Старушка Удвинулся Старушку Рычков Рычков Подсел К столу С одного Конца И Положил Книги Паклин С другого Конца Оба Были Смущены Неожиданным Приемом Старушки И Потому Некоторое Время Не Находились Чего Начать Разговор Я Собственно На Минутку Забежал К вам Начал Рычков Принес Вам Усидите И Сразу На Девяносто Градусов Поумнеете Здесь Вся Суть Это Обязательно Нужно Всякому Прочесть Рычков Был Специалистом По Политической Экономии И Полагал Что Кто Не Усидел Маркса Круглый Невежда К таким Господам Он Относился В лучшем Случа С Покровительственной Снисходительностью В Минуты Резкой Откровенности Прямо Пренебрегал Их Мнением И Особою Но Брать Тыщ Того Слабоват Почитай К Маркса А Вось Дурь Пройдет Замечал Он Собеседнику В такие Минуты А Дурью Он Называл Все Не Относящееся К области Политико-экономических Явлений Маркса Он Действительно Усидел И Знал Его Буквально Постранично В разговорах Неизбежно Обращался К нему И Сыпал Цитатами Каким-то Непонятным Образом Рычков Умел Всегда Приплести Маркса Говорят Например Что Есть Урок За пять Рублей В месяц Советуются Кому Его Передать Кто Более Нуждается И Так Далее Рычков Все Молчит А Потом Задумчиво Заметит Два Часа За Пять Рублей Дешевенько Вот Он Труд И Капитал Спрос И Предложение А Затем Уже Приступает К Изложению Законов Колебания Заработной Платы Насколько Сведущ Был Рычков В Области Политико Экономической Настолько Же Не Сведущ В Других Областях Знания Впрочем Он Этого Не Замечал И Не Чувствовал Политическая Экономия Вообще И Маркс В частности Казались Ему Центром Всей Человеческой Жизни Откровением Раскрывающим Широкие Горизонты На Все Человечество На Весь Мир Поэтому Он Не Признавал Например Психологии Называя Ее Болтовней Праздного Ума Не Признавал Философии Называя Ее Почему-то Акциденцией Что Ж Касается Изящной Литературы То Он Ее Прямо Ругал Дребеденью Которые Занимаются Только те Кому Делать Нечего Закурив Папироску Рычков Сосредоточенно Устремился В пол Взорами Паклин Живой Подвижный Юноша Не умеющий Более пяти Минут Просидеть На одном Месте Вскочил И стал Ходить По комнате Вера Вышла За дверь И было Слышно Как она В пол Голоса Убеждала Старушку Поставить Для гостей Самовар А старушка Ворчала Ну так я Сама Сама Доносился Сердитый Шепот Девушки Сколько Их Перебывает Всем Самовар Ставить Слышался Ворчливый Голос Старушки Ну вот Дверь Сердито Хлопнула Ее Затворила За собой Появившаяся Вера Я Вам Тож Притащил Встретил Ее Паклин И Подойдя К столу Переложил Принесенные Им Книги С одного Места На другое Рычков Поднял Взоры Протянул Руку И Взял Одну Из Принесенных Паклиным Книг Шекспир Так Пробунчал Он Полу Насмешливо Полуснисходительно Перелистал Несколько Страниц Потом Разом Захлопнул Переплет И Небрежно Бросив Шекспира Опять На стол Произнес Одна Эмоция Что Такое Спросила Девушка Эмоциями Сударыня Пробавляетесь Девушка Видимо Не поняла Поэтому Рычков Объяснил Неопределенное Движение Души Не прибавляющее Ни капельки Ни ума Ни знаний Пригодно Для Успешного Пищеварения Но Тут Вступился В разговор Паклин То Есть Как же Это Шекспир По-вашему Служит Только Для Пищеварения Паклин Почувствовал Обиду Ибо Слова Рычкова Касались Косвенно Его А вы Как Полагали И Шеллер Гете И Байрон Все Для Пищеварения Сверху глазами спрашивал Паклин, глядя то на Рычкова, то на девушку, чувствовавшую себя крайне затруднительно. — Одна эмоция, — резал Рычков, глубоко затягиваясь дымом папиросы. — Да вы читали ли? — иронически спросил Паклин. — Пробовал. — Только бросил, ибо ничего из вашего Шекспира не вынес. — Одна эмоция. Впрочем, у меня и эмоций не было. — Ничего не вынесли. Ну уж не Шекспир в этом виноват, а ничего не вынесли. Жаль, жаль. Вас жаль, а не Шекспира. — Нам не приходится, батюшка, ромеями и деджульеттами пробавляться. Это от нечего делать. — Какая чушь! Какая чушь! — Да будет, господа! — робко и сконфуженно произнесла девушка, робко вмешавшись в спор. — Нет, позвольте, Вера Семеновна, тут дело принципиальное, — возразил Паклин и, обратившись к противнику, спросил. — На кой черт вы притащили Маркса? — О, я вас спрошу, на кой черт вы притащили Шекспира? — Зачем Вере Семеновне теперь Маркс? Она ничего не поймет в нем, да и вообще на кой черт ей ударяться в такую специализацию? — Маркс. — Да вы читали ли Маркс это? — Конечно, читал. Но Вере Семеновне теперь нужно еще общее образование, которого в гимназии она не получила. Перед ней широкая область, естество знания, истории, наконец, знакомство с изящной литературой, родной и западной. — Вы лезете с Марксом. — На эмоциях недалеко уедешь. — Будет, господа, все я буду читать, и Маркса, и Шекспира, — вставила девушка, не зная, как оборвать этот спор, принимавший через черреский характер. Спор этот давно встревожил старушку, и она уже несколько раз припадала к двери, прислушивалась и заглядывала в щель. — Как сойдутся, так и ругаются, — шептала она недовольно и сильно побаивалась, как бы еще не раздрались. Прислушавшись теперь к крику спорящих, она услыхала громкую фразу Рычкова. — Что ж, по вашему мнению, для образования не нужна политическая экономия? — Кто вам говорит, что не нужна? Но для образованного человека достаточно прочитать какой-нибудь общий курс. — Вот, вот, — прошептала старушка, — конечно, надо курс кончить, верно говорит. И насколько Паклин показался ей умным, идейным человеком, настолько Рычков бездельником. Старушке казалось теперь, что непременно Рычков во всем виноват. Верочка стала не слушаться, своевольничать. Студенты беспереч шляют, со спокою не дают. Только ляжешь уснуть, бот-бот-бот, лезут, и прямо в комнату к девушке ломятся в калошках и в шапках, на полу нас орят, наплюют и папирос набросают. Мести не успеваешь. Останешь ей говорить, а крысица! В это время в сенях послышался топот многочисленных ног, легкий говор и смех. — Никак еще лезут, господи, вот наказание божье! И действительно, опасения старушки были основательны. Дверь широко распахнулась, и полезли. Один, другой, третий. Вошли три студента и одна девушка, веселая, звонко смеющаяся, о чем-то говорившая. — Вера дома? — спросила эта девушка. — Дома! — сердито буркнула старушка, искоса посмотрев на вошедшую компанию. — Идем, господа! — сказала девушка, и они двинулись, не раздеваясь в комнату Веры Семенны. — Калоши-то, калоши-то хоть скин ляба! — заметила недовольно старушка. — Мы-то у нас сегодня только! Но все уже пролезли к Верочке, а задний сказал. — Ничего, бабушка, все равно! Махнул рукой и тоже скрылся за дверью. В комнате Веры Семенны поднялся страшный гвалт. Пришедшие присоединились к принципиальному спору, и все кричали немилосердным образом. Под потолком повисли облака табачного дыма, на пол полетели окурки папирос. — Бабушка! — Какая я тебе, бабушка! — ворчала старушка, подтирая половую щетку и грязные следы на мытом полу. Шум усиливался, горячились все больше. Старушка долго крепилась, но, наконец, не выдержала. — Над, господа, и честь знать, — сказала она, войдя в комнату Веры. — Чего вы ругаетесь? Не на толчке ведь? — На-ка, какой садом подняли! Ни стыда, ни совести, прости, господи! Никакого спокоя нет! Старушка сердито захлопнула дверь. В комнате сразу все стихло, потом один за другим полезли оттуда гости и, молча, проходя через Зальце, скрывались за выходной дверью. Конец четвертой секции Секция пятая избранных рассказов Евгения Чирикова. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. МИРАЖ Рассказ Жизнь похожа на календарь, листок за листком отрываются года нашей жизни, а там последний листок и кончено. Когда я подхожу к календарю, чтобы оторвать канувший в вечность день, мне думается, вот и еще один день приблизил меня к могиле, и мне становится как-то жутко. Захочется куда-то торопиться, спешить, сделать что-то, и становится страшно, что я так и не успею. А что? В сущности, я и сама не знаю, куда спешить, зачем спешить, и что надо сделать. Вера Паллонна посмотрела в окно, помолчала немного и продолжала. Помните у Тургенева, в его Сенилия, есть маленькая вещица, заглавленная завтра. Все ждешь этого завтра, вспоминаешь прожитый день. Что нового, особенного произошло за этот день? Ничего, ровно ничего, случилось все то, что случалось сто раз раньше, и что случится сто раз после. Поэтому иногда бывает даже приятно поскорее оборвать пять-шесть листочков календаря своей жизни, лишь бы поскорее дожить до красной цифры ожидаемого праздника. — Скучно, Николай Петрович, скучно, голубчик, жить. Тургенев писал свои Сенилия на склоне дней, а вы, Вера Паллонна? Мне только тридцать два года, но кажется, что я прожила целую вечность, и ничего интересного впереди уже не будет. Все было, все случалось, право. Иногда прислушиваешься к своему настроению, и в голове встает смутное воспоминание, скорее ощущение повторяемости. Не знаешь, когда, где, при каких обстоятельствах, но всеми силами души чувствуешь, что все это уже случалось, что все это когда-то уже было именно так, как свершается в данную минуту. Какой-нибудь ландшафт, клочек голубого неба, косой луч заходящего солнца или ясная лунная ночь, звонкий лай собаки, голос. И все это иногда сольется в такой комбинации, которая хранилась где-то под спудом в памяти и только всплыла теперь на поверхность. Вот и сейчас мы сидим с вами в этой комнате друг против друга, а я чувствую, что когда-то, давно, очень давно, мы уже сидели с вами так же, как сидим теперь, и так же печально заглядывало к нам в окно заходящее солнышко. И было так же грустно. И мне так же хотелось плакать. — Да, все это было. — задумчиво произнес Николай Петрович, кудрявая голова которого обвелась клубами табачного дыма. — Я даже могу напомнить, как и когда это была, Вера Аполлоновна. — Неужели? — прошептала Вера Аполлоновна, глядя куда-то мимо собеседника. — Давно это было. Я выезжал в Москву, в университет, а вы еще носили коричневое платьице гимназистки. Помню, был хороший августовский вечер, смеркалось. Шарманка играла тогда на улице «Милые горы», и у меня так щемило сердце от предстоящей разлуки с гимназисткой Верочкой, что я готов был расплакаться. Ваше личико было тоже печально. Был момент, когда нас оставили вдвоем, и мы сидели, как и теперь, друг перед другом, и не знали, что сказать на прощанье. — Ну, дальше, потом. — Потом, потом ничего. Потом полетели года, мы состарились, я женился, обзавелся целым рассадником молодого поколения, а вы сделались артисткой и стали пожинать лавры. Теперь нам обоим скучно, вот и все. Николай Петрович выпустил из-под усов облачко табачного дыма и смолк. И оба они молчали. И в этом молчании чувствовалось что-то оборванное, недоговоренное, что каждый из них понимал и договаривал в своем сердце. Из-под груды обломков, ссора и грязи прожитой жизни не вставали стертые годами воспоминания юности, такие яркие, живые, трепещущие. И рядом с ними поднималось со дна души сожаление о чем-то не сбывшемся. Раскаяние в какой-то непоправимой ошибке на всю жизнь. Николай Петрович смотрел на Веру Аполлону неподвижно и пристально, смотрел на ее красивую голову, подпертую кистью тонкой руки. И где-то там, на самом дне души, шевелилась тень былого, позабытого или затерянного на длинном пути жизни чувства. А Вера Аполлонна смотрела вдаль с грустью, похожей на грусть хорошего осеннего дня, когда свет солнышка напоминает улыбку сквозь слезы, а кружащиеся в воздухе желтые листья деревьев навевают на душу тихое раздумье о недолговечности человека со всеми его радостями и печалями, и внушают кроткую безмолвную покорность ничтожному жребию. Вечер все ниже опускался над городом, потухал розоватый отблеск вечерней зари, скользили тени, сгущались сумерки, стихал шум городской жизни. И в этом постепенном затихании, и в сгущающихся сумерках было что-то похожее на приближение смерти. «Было это так давно, а теперь встает в памяти, как вчерашний день. Как быстро мчится время!» Задумчиво проговорил Николай Петрович, и по лицу его скользнули тени, и сделали это лицо сумрачным и печальным. Николай Петрович думал о том, что две трети жизни прожиты, убежали, что остаток жизни плывет безостановочно и скоро доплывет до конца. На заре юности дорога жизни казалась бесконечно длинной, а теперь ее можно окинуть взором от начала до конца. И все словно уменьшилось, сократилось, и весь мир стал похож на обнесенный высокими стенами тюремный двор, где человек, узник, гуляет на свободе. «Надоело жить», — тихо прозвучал голос Веры Аполлонны, — «нет способности жить, нет способности любить и надеяться, пусто, скучно и холодно. И теперь, когда я окидываю взором весь путь моей безалаберной жизни, знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что если я когда-нибудь жила и любила, так только в то далекое время, когда я была Верочкой и носила фарточки, а вы были Колей в новом студенческом мундире, одним маяком в океане впечатлений и воспоминаний моей пустой мишурной жизни рисуется мне воспоминание о нашей ребяческой привязанности, о нашем детском романе с его платоническим благоговением, с намеками на ревность, на кокетство, с его грезами, безрассудно бежавшими за пределы всего возможного». «А потом, Вера Аполлонна, разве не было ничего, что хочется вспомнить, воскресить?» «Потом, потом были романы, несколько романов, но все это не то, или жалкие повторения, игра самолюбия, тщеславие, чувственности, или просто желание иметь роман и сознание, что ты действующее лицо в этом романе. Ложь, ложь без конца, без проблеска, искренности, непосредственности чувства. Гадко! Ах, как я хотела бы побыть теперь прежней верчикой, посидеть на руках у мамы, обвить ее шею своими ручонками и чувствовать себя так хорошо и спокойно под защитой материнской ласки? «Умерла мама, давно умерла, я одна». И опять наступило молчание, с улицы через окно долетали глухие звуки пианино, играли где-то старинный грустный вальс. «А вы, Николай Петрович, счастливы?» — неожиданно спросила Вера Аполлона, и тот смутился под ее пристальным взглядом. «Счастлив ли он? Он и сам этого не знает. Нет в душе трепета, который делает счастье ощутительным, возбуждает желание рассказать всем о своем счастье. Был этот трепет, когда Николай Петрович узнал, что он любим теперешней женой его, Наташей. Был этот трепет, когда он стоял рядом с ней в саду и не находил слов, чтобы передать ей всю силу своей любви. Был, когда сердце разрывалось от восторгов разделенной любви. Потом, когда свет Божий огласился слабеньким криком беспомощного нового существа, первого сына. Когда больная, улыбающаяся сквозь слезы, Наташа делилась с ним новой радостью, радостью материнства. Был и еще этот трепет, но повторялся он все реже и все слабее. Привыкаешь к сознанию, что любим, свыкаешься с этим до того, что перестаешь ценить, и все входит в обыденные рамки, и сердце перестает трепетать и бьется ровно, спокойно, как стучат карманные часы. Говорят Вера Аполлонна, что, когда счастье входит в дверь нашей хижины, оно так сгибается, что мы перестаем его замечать. И начинаем снова его видеть, когда оно очутится опять за дверью. Увы, это правда. Проклятый призрак, который дразнит и манит издали, как светящаяся в лесу гнилушка заблудившегося путника. И все это знаешь, и все-таки тянешься к нему обеими руками. — Вас очень любит жена. — Привыкла. Заботы, мелочи жизни, мелкие ссоры — все это проза, страшная проза, перед которой отступает порыв, которая развенчивает поэзию любви и поэзию счастья. Остаются два существа, помогающие друг другу тащить бремя жизни, устающие за день, как чернорабочие. А чернорабочим, Вера Аполлонна, не приходит даже в голову вопрос о том, счастливы ли они. — Да, Вера Аполлонна, только утро любви хорошо, хороши только первые робкие речи. — Хороши только первые робкие речи, — тихо повторила Вера Аполлонна и встряхнула головой, словно отмахиваясь от докучливой думы. Так же она встряхивала своей головой, когда была подростком. — Отчего вы так пристально смотрите на меня? Вы вспоминаете Верочку и удивляетесь, как это вы могли боготворить меня в далекие дни юности. Теперь я развенчанный кумир. Я не нравлюсь больше вам, да? Николай Петрович потупился. Он снова почувствовал, как в его душу повеяло чем-то знакомым, близким и дорогим. Он взял руку Веры Аполлонны и заглянул вглубь ее глаз, и сердце его стало замирать, как тогда, когда он был на первом курсе. Молча он коснулся губами руки Веры Аполлонны и вспыхнул вдруг, как юноша. — В память далеких воспоминаний, — спросила Вера Аполлонна с печальной улыбкой. И ее голос, и скользнувшая по лицу улыбка, очень напомнила Николай Петровичу девочку в коричневом платьице, с косой и с бархоткой на голове. И опять сердце его как-то рванулось к прошлому, отошедшему в страшную и непонятную вечность. Исполнилась Вера Аполлонна то, о чем я робко мечтал, будучи гимназистом. — Вот как! Сколько планов и заговоров лелеял я когда-то в своем робком гимназическом сердце около этого поцелуя. Помню, я искал случая на Пасхе выполнить это злодеяние, но мне не удалось. Вы сказали, что не Христосуетесь с мужчинами. Жестокая вы были. И вот через пятнадцать-семнадцать лет исполнилась мечта. Робость исчезла. А жаль, какая хорошая это была робость, ведь в ней олицетворялась вся сила беспредельного благоговения. — А теперь нет этой робости, и никто не вернет ее нам с вами, — ответила Вера Аполлонна, поднимаясь с кресла, и, нагнувшись, поцеловала Николая Петровича и отошла к другому окну. — В память далеких воспоминаний, — прошептала она. В сумерках мелькнул в руках ее белый платок. Быть может, Вера Аполлонна отерла им слезку, которая скатилась с ресницы на щеку. — Верочка! Верочка! — Верочка! — Легкий стук в дверь заставил очнуться обоих. — Можно? — Входите, — грустно ответила Вера Аполлонна, оправляя мягким прикосновением руки узел каштановых волос на голове. — Это я! — Что поделывает наша звездочка? Вашу благовонную ручку? — заговорил вкатившийся в номер толстяк, и, громко чмокнув губами руку Веры Аполлонны, добавил. — Ароматная женщина! И весело засмеялся мелким и частым смешком, и казалось, что вся комната сразу изменила свою атмосферу. И с грустной, беланхолично задумчивой она стала легкомысленной, беспечной и шаловливой. Столько игривости и легкомыслия было и в самой фигуре этого господина, и в его пиджачной паре, клетчатой, кургузой, и в болтающихся на круглом брюшке брелоках на часовой цепочке, и в голосе хрепловатом, изобличавшем птицу небесную, о которой никто, кроме Бога, не заботится, и в жестах этого господина, быстрых, разухабистых, и в походке его подплясывающей и смешной. — Познакомьтесь, господа, это Громилин, наш комик Буф. — Колосов, присяжный поверенный. — По бракоразводным-с? — с улыбкой перебил Громилин. Николай Петрович промолчал, и оба они остались недовольны друг другом. Николай Петрович был настроен грустно, Громилин по обыкновению очень весело. — Что же то вы, милые люди, в потемчках-то посиживаете? Не, что в жимурки играли, — сказал комик и подмигнул глазом. И вышло это так пошло и оскорбительно. Николай Петровичу стало обидно и за свое настроение, и за эту женщину, только что пробудившую в нем тень первой чистой любви далекой юности, обвеянной чарами призрачных пугливых грез поэзии. — Громилин, мне скучно, невыносимо скучно, и не хочется вас видеть, — громко произнесла Вера Аполлонна, опуская руки и голову. — Может быть, я здесь, господа, лишний, и потому сделалось скучно. Вы скажите прямо, я ретируюсь, благородно ретируюсь. Я альтруист, совершенный альтруист. Уйти? — Нет, не то, не мешаете, а просто я не знаю, как сказать, скучно мне, и хочется грустить, и хорошо так грустить, а вы ломаетесь. — История, хочется грустить, не позволю, а чем грустить? Наплевать, примадонночка, вот придете завтра, наденете юбочку-переколы, запоете, какой обед нам подавали, каким вином нас угощали. Громилин пропел этот куплет фальцетом, с жестами, с мимикой, и добавил. — И будет, мамочка, весело, после спектакля будем ужинать, я буду губернатором, и будем пить вино, верно, Николай Петрович? Николай Петрович не ответил, он курил и смотрел в окно. — Верно, он, разбойник, этакий довел нашу примадонночку до такого индифферентного отношения к жизни, — сказал Громилин по адресу самоуглубленного Николая Петровича и запел фальцетом. — Обожаю, люблю, мой разбойник, тебя! Но не допел и, оборвав куплет, поправил свой цветной галстук и спросил хрипловатым басом. — Есть у вас, мамочка, деньги? — Сколько вам? — безучастно спросила Вера Аполлонна. — Только пять рубликов дайте, ароматная моя, будьте спокойны, ей-богу, не отдам. — Вера Аполлонна выбросила на стол маленькую золотую монету, а Громилин подобрал ее и запел. — На земле весь род людской чтит один кумир священный. Потом он тронул кнопку электрического звонка и отдал эту золотую монетку коридорному, а потом коридорный принес коньяк и лимонад и зажег огонь. — Раскупорь и бродиц, порядка в жизни не знаешь! — крикнул Громилин, и его приказание было сделано так строго и внушительно, что коридорный мелкой рысцой побежал за штопором. Хлопнула пробка и зашипел лимонад в стаканах. Вера Аполлонна взяла стакан и стала пить быстро, с жадностью. А Николай Петрович смотрел на нее, и ему было жалко Веру Аполлонну, и противно смотреть на Громилина, который пил, оттопырив свои пухлые щеки и широко расставив ноги в клетчатых брюках. А когда выпил, то стал отдуваться от ударявших в нос газов. — Руликошет! — Отлично! — Еще? — Противосходно! — А вы, господин пессимист? — обратился он к Николаю Петровичу. Тот молча принял поданный ему Верой Аполлонной стакан и стал пить медленными глотками. — Примадонночка! — Еще стаканчик! — Вулеву, звездочка! — Ой, милочка! — Налейте! — А что ж мне жить и тужить одинокой! Запел хриплым басом Громилин, а Вера Аполлонна вдруг расхохоталась, звонко и весело. — Вы, Громилин, похожи на шейкспировского фальстафа. Ей-богу, похожи! Ха-ха-ха! — Наконец-то выглянуло солнышко из-за туч. Вулеву, звездочка! Вера Аполлонна пила. Николай Петрович сидел неподвижно в кресле и смотрел, как разгорался на лице Веры Аполлонна румянец, как начинали искриться ее умные печальные глаза огоньками, и слушал, как она смеялась все громче и задорнее, и начинала шутить и говорить глупости. — Николай Петрович, сядьте здесь рядом, ну, ближе, еще ближе! Ай, вы боитесь меня? Они сидели рядом, близко, и ее плечо касалось порою его груди, и черные глаза обращались к нему вызывающе, и аромат духов и женского тела раздражал его обоняние. И опять они вспомнили, канувшую в вечность юность, свои робкие встречи и робкие речи. Николай Петрович говорил, что семнадцать лет тому назад он робко мечтал любить Верочку вечно, и никогда с нею не расставаться, и все строил проекты, как сказать ей о своих страданиях, и как попросить ее о счастье на всю жизнь. — На всю жизнь это долгоньк! — шутил Громилин. Вера Аполлон шла навстречу его шуткам и беспечно смеялась, обжигая Николая Петровича своими взглядами, странными, затуманенными. Было очень поздно, когда Громилин сказал, — «Милые гости, не надоели ли вам хозяева?» И надел фуражку. Вместе с ним поднялся и Николай Петрович, и стал прощаться с Верой Аполлонной. Она крепко сжала ему руку и посмотрела прямо ему в глаза, вопросительно, странно как-то, и от этого взгляда у Николая Петровича вздрогнуло сердце и застучало в висках. На пороге, когда Громилин вышел за дверь в коридор, Вера Аполлонна задержала в своей горячей руке руку Николая Петровича и вперев в него умаляющий взгляд чуть слышно сказала, — «Вернитесь, Верочка будет вас суждать». — Да, — прошептал он, — и вышел из номера с трепетом во всем теле и неровной походкой пошел вдоль коридора, а когда дошел до площадки, то остановился, чтобы глубже вздохнуть грудью и успокоить сердце, бившее сладкую тревогу. — Вы куда? — спросил его Громилин, когда они оба очутились на улице. — Не знаю, — ответил Николай Петрович и, махнув рукой, пошел в сторону. Светало. Слабый отблеск наступающего серенького дня несмело заглядывал через полуприкрытые тяжелыми портьерами окна и делал комнату какой-то будничной и грустной. На столе поднимались пустые кургузы и бутылки из-под лимонада, на полу валялись пробки. На тех креслах, где они вчера вечером сидели вдвоем с Верой Аполлонной и грустили, небрежно валялось женское платье. Около кресла стоял один женский башмак с пуговицами, а другой лежал рядом. Все кончилось. Улетели грезы, и осталась грязь жизни. Он видел утомленную женщину, небрежно раскинувшуюся, с полуоткрытым ртом и с мелкими морщинами около крепко сомкнутых, глубоко упавших в орбиты глаз. И ему не верилось, чтобы эта женщина могла быть Верочкой, той легкой, грациозной девочкой с русой косой и с бархоткой на голове, которую он боготворил во дни юности. Тот черноглазый ребенок, который впервые разбудил его маленькое сердце и заставил его сладко трепетать и бить тревогу. И все это было так невероятно, что зарождалось сомнение. Полно! Да была ли когда-нибудь эта Верочка? Не мираж ли это стареющего человека, которому хочется за что-нибудь ухватиться, скользя по дорожке к смерти? Он стоял, держась рукой за голову у порога дверей, и ему было так грустно, словно он потерял без возврата самое дорогое в жизни. Конец пятой секции Секция шестая избранных рассказов Евгения Чирикова Эта запись проекта «Либри Вокс» находится в общественном достоянии. Чертова жалость Сказка Закрутил, задымил буран в снежном поле и занес мягкими сугробами все пути дороги. Не видать света Божьего в крутящемся вихре снега, и сверху, и снизу летят снежные хлопья, нет тебе ни неба, ни земли, нет живой души и жилья человеческого. А дело клонилось к вечеру. Шел в это время из деревни в город мужик Спирько. Три елки нес продавать барским детям на утешение и потеху, а себе с семейством на пропитание. Голодуха по земле ходила. В деревне вместо хлеба мекину ели, а у Спирьки и мекины не было. Вот он и придумал барских детей потешить. Срубил в казенном лесу три елки и потащил в город. В лесу грош цена ей, елки, а в городе на базаре за нее три целковых дадут. Торопится Спирько и думает, может, красненькую заработаю, пуда три муки куплю, чаю да сахару да ребятишкам баранок да себе махорки да бабе, не знаю, чего бабе купить. А того и не замечает Спирько, что давно идет без пути, без дороги. Идет час, идет другой. Пора бы огнем загореться. Город далекое, видать, и огней нет, как нет. Что за оказия? Остановился Спирько. Вокруг огляделся. Низги не видать. — Ах ты! — проворчал мужичонка и начал скверными словами ругаться, плюнул и черта помянул. И только это помянул он черта, как видит, кто-то в снегу кувыркается, черненький, мохнатый, на какого-то зверька похожий. Заяц не заяц, собака не собака, в леса не леса. — Кыш, окоенный! — закричал Спирько и захлопал рукавицами. Перестал кувыркаться, сел на сугробине и дожидается. Подошел Спирько поближе, да так и замер от страха. Черт оказался! Сидит на сугробе, ноги калачиком, лапой за ухом чешет, а другой подманивает. — С нами, крестная сила! — прошептал Спирько и сотворил молитву. — Не бойся, мужичок, я тебе ничего не сделаю! — скрипит чертов сын. — Кто ты такой? По видимости, ты нечистая сила! — говорит Спирько. — Действительно, мужичок, между нами, говоря, я черт. — А в таком случае и поди к черту, так как я с рождения крещеный и с вашим братом путаться не хочу! Сказал это Спирько и опять крестом себя оградил. Пошел он дальше, а черт идет сзади и говорит. — Мы попутчики, мне тоже в город, вдвоем, все веселее. — Дорога никому не заказана. Иди, только, брат, не рассчитывай, что я тебе свою душу продам. Черт пошел рядом и стали, они помаленьку от скуки разговаривают. — Холодно, вот, тебе в шубь хорошо, а вот мне-то в зипу не дырявом. — Хвост-то мерзнет, — пожаловался черт, а Спирько посмеялся. — Скажи, братец, на кой ляд вам эти хвосты подвешены? То же и рога? — Такое положение, мы тоже народ подневольный. — Ежели вам хвосты обрубить, рога обломать, шерсть остричь, тыкая, пожалуй, и за человек сойдете. — Смотри, миленок, не сбились ли мы с пути дороги? Давно бы огням надо быть, и их неприметно. И стал Спирько жаловаться на свое житье-бытье, рассказывать про голодуху, про земского начальника, про голодных ребятишек, про хворую бабу. — Вся надежда на эти три елки. Продам завтра на базаре, хлеба куплю. И так он своим горем черта разжалобил, что стыдно ему стало над голодным мужиком куражиться. — Вот что, мужичок, мог бы я тебя в соблазн ввести, вором сделать, у тюрьму посадить, заставить тебе кровь человеческую пролить. — Да жалко. — А при том и в ваду вас мужиков не больно оценят. Одна вам цена, как на сём, так и на этом свету. — Известно, правильно, какой в нас корысть. Ты сперва меня богатым сделай, темноту мою просвети, а потом уж и спрашивай. — И так вот и прям скажу тебе, что ты сбился с дороги и вместо города обратно в свою деревню идёшь. — Ох ты, в рот тебе пирога с горохом! — обругался Спирька. — Что ж ты такой сякой со мной сделал? Совесть-то где у тебя? — Постой, не ругайся, грех ведь такими словами. — Ох ты! — Спирька не мог остановиться, понимал, что чёрт верно про грех говорит, но пока не обругал чёрта всеми скверными словами, какие только знал, не остановился. — С тобой, чёртов сын, и про бога забудешь. Что я теперь буду делать? И Спирька метнулся в другую сторону. — Погоди! — А ну тебе-к! Ещё раз ругнул Спирька чёрта и пошёл своей дорогой. А чёрт догнал его и говорит. — Хочешь, мигом в город доставлю? Садись на спину. Спирька приостановился, поглядел на чёрта и говорит. — Да ты что, вы умели, чтобы я, православный, верхом на нечистой силе? Да я лучше в поле замёрзну, чем так срамиться. — Я понимаю, очень даже понимаю, что тебе на чёрте зазорно. Однако погоди ругаться. Поедешь не верхом на чёрте, а на паре с колокольчиками, не хуже земского начальника. — Ну, овротте, малины, не что можешь на паре. — На то я и чёрт, согласен. Спирька почесал в затылке. Никогда он не ездил на паре с колокольчиками. — Так-то и так, отчего мне поехать? А только как же оно выйдет, хорошо ли будет? Сам в дырявом зипуне, в лаптях, а на паре с колокольчиками. — И да уж, коль не трудно мне пару лошадей дать, так и приодеть ты тебя и подавно. — Кем хочешь ехать, купцом, барином или каким начальством? Даже остановился мужичонка. Так поразила его возможность хоть на один часок сделаться таким высоким человеком. — Купцом можно бы. Почему не сделаться купцом? — Ну, тоже и барином не вредно. Говоришь, и земским можно. — Можно. — Что-нибудь ты хитришь. Без пользы не будешь с мужиком такую забаву проделывать. Не иначе, как в ад меня доставить хочешь. — А ты не сомневайся. А ветер выл, и пурга все усиливалась. Совсем стемнело, спирька продрог, борода смерзлась с усами. И говорить даже трудно было. — Пес с тобой. Подавай лошадей. Купцом поеду. Перекувырнулся черт трижды и превратился в емщика в овчинном тулупе с кнутом и рукавицами за поясом, а в снежном тумане колокольчики зазвенели. — Прррр! — крикнул емщик, и под самым носом у спирьки теплый возок вырос. — Садись, купец! — сказал емщик. Спирька хотел зипу направить глядь, а на нем шуба енотовая, а на ногах вместо лаптей сапоги валеные с галошами на меху. — Ах, в роте! — произнес спирька и полез на возок. Едет спирька на воске. В енотовую шубу запахнулся. Ноги в медвежий полок зарыл. Под спиной подушка мягкая. На голове шапка бобровая. — Гони, гони! Мчатся кони в снежном буране. Плывет возок, покачиваясь сбоку-набок. А мужик улыбается и думает. — Вот они, лошадки-то! Надо быть, один овес жрут. — Хорошо. — Покурить, что ли? Полез в карман за махоркой, а в кармане портсигар серебряный. Вынул папиросу, вставил в рот и дымит, и все больше в нем гордости рождается. — Яли-не-яли, купец! Спиридон Тимофеевич Трофимов! — Эх, как хорошо! Все уже сиехал бы на паре с колокольчиками! Да наемщика покрикивал. Долго ли он ехал, неизвестно. Только когда очнулся от сладкой дорожной дремы, Возок стоял, тихо колокольчики с бубенчиками позванивали, А впереди тысячи огней горели, И шум, как в лесу при ветре, гудел. Город! — Ты что встал? — Колокольчики надо подвязать, Не вилять в городе с колокольчиками. — Какой ж ты черт, если начальство боище! — Для тебя делаю, мне ничего не будет. Перевернусь вороной и улечу, А ты в часть попадешь. Коль не боишься, поедем с колокольчиками. — Нет, братец, лучше подвяжи. — Вот тут и оно! Куда въехать? В гостиницу, в номера, в ресторацию? — На постоялой, что ли, только денег-то у меня. — Не жмися, у бумажники тысяча лежит. Пощупал мужик карман. Действительно, бумажник. Вынул, поглядел, Битком набит сотенными билетами. — Действительно, деньги есть. Как же у купца деньгам и не быть? Подъехали к ресторации, Выскочили на крыльцо два молодца, Чтобы господина приезжего принять. Вылез купец из воска, Его под ручки по лестницам повели в горницу, А ямщик за ним три толстых чемодана понес. — Пожалуйста, господин купец. Растворили номер, ковры, зеркала, Картинчики на стенах развешаны, Диваны, стулья мягкие, И свету, как летом от солнышка. Молодцы ушли, А ямщик в передней дожидается. — На чаек, ба, с вашей милости? — Можно. Купец порылся в бумажнике И подает красненькую. — Иди теперь, — махнула рукой. А тот не уходит, На месте топчется. — Что ж, а ли мало? — Теперь я свое дел сделал, До города тебя доставил. Перекувырнулся ямщик на полу И обратился в черта, А купец снова голодным мужиком сделался. Смотрит спирька на черта, А себя не видит, Что снова в лаптях и драном зипуне стоит, Испугался и говорит. — А ты ямщиком вышел бы, А в поле уж обернулся. Мне неприятности не вышло бы, Как увидят, что меня черт привез. — А ты поглядись у зеркала, — сказал черт и хихикает, Вертя хвостом. Поглядел спирька в зеркало И горько заплакал, Схватился за карман, А там никакого бумажника, Одна дыра. Упал он перед чертом на колени И стал просить. — Чертушка, батюшка, не губи, родимый, Обрати в купца и не переделывай. Посмотрел на него черт, Почесал за ухом и говорит. — А почему же? Только за эту услугу Ты мне свою совесть отдай. — Милой, да какая корысть Тебе в моей совести! Голодная у меня совесть, Сам понимаешь, что бедному человеку Трудно с ней, с совестью-то. Малая у меня совесть, заморенная. — А уж это не твое дело. — Ну а как же я сам-то, Поди тоже и купцу, Нельзя без совести-то. — А я тебе дам другую, Купецкую. Хитрый был мужичонка Спирька, Норовил самого черта надуть. — А какая придача будет? Обидно оно так на так меняться. — Хорошо. Куда ни шло, Дам тебе в придачу Рубь неразменный. — А вот это так. Спасибо. — Садись на кровать, Я в мужицкую совесть Из тебя выну. Сел Спирька на мягкую постель, А черт верхом на него Засунул лапу в рот И полез под самое сердце. — Ой, батюшки, больно. Оставь, ой, помру. — А-на-на, как крепко сидит. Потерпи, маленько. Уперся черт в брюхо коленом И, покряхтев, Вытянул совесть вместе с кровью. — Вот и все. Плюнь теперь. Устань и плюнь в передний угол. Встал мужик с постели И плюнул в передний угол. И так ему вдруг легко и свободно стало, Словно больной зуб доктор вытянул. — Не больно? — Нисколько. — Перекувырнись теперь. Спирьк перекувырнулся И снова в купца обратился, Пощупал карман, оттопыривается. — Теперь прощай. — Постой, постой, А мне-то совесть-то купецкую. — Да и надо ли? — А нехорошо. — Да и уж. Черт вытянул из хвоста Складной аршин, Положил его купцу в боковой карман И говорит. — А вот тебе совесть купецкая. Сказал, захохотал, Хвостом поиграл, свистнул И пропал. С этой поры спирькой Купцом сделался С передом Тимофеевичем Трофимовым. Теперь у него на селе Хороший дом в два этажа, В верхнем сам живет, А в нижнем магазин держит. Богатый подлец Барскую усадьбу снял, Трактирное заведение Открыл с машиной, С живой фотографией Всех мужиков в кулаке держит, С земским дружит, С остановым покумился, Да и скуп же старый черт Подойдет под окошко Либо к магазину Голодный мужичок или баба, А он им Бог подаст. А по селу Тайная молва идет Каждый год В полночь На Новый год К купецкому крыльцу Пара вороных С колокольчиками И бубенчиками Подкатывает, Выходит с крыльца Спиридон Тимофеевич В енотовой шубе И бобровой шапке Садится в вазок И уезжает. Конечно, Все бы это ничего было, Почему купцу На паре С колокольчиками Не прокатиться. А только дело в том, Что... Давай-ка поближе ухо. Сказывают, Что на козлах-то У пары За место ямщика Чёрта видели. Вот она, Чёртова-то жалость. Не дай Бог, Чтоб человека Крещеного Чёрт Пожалел. Конец шестой секции. Конец избранных рассказов Евгения Чирикова Читал Марк Чульский Массачусетс 2023 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok